И в Реале, и на Фейсбуке. Катхель, Сиртон, Башидур Хай. Тут еще можно нажать. Мы начинаем наш урок. Порут, А, Чува, Равкука. И на Фейсбуке Башидур Хай. И на Зуме. Все приглашаются присоединиться. На сегодня А, материалы будут только на Зуме. На Фейсбуке нет. Ничего. Хорошо, я понял. Отлично. На сегодня у нас мы продолжаем нашу шестую главу. Мы хотим выучить пятый и шестой абзац. У нас в общем-то классическая тема. Как работает Чува? Мы говорим, что Чува у нас как-то исправляет прошлое. Мы хотим понять как. И сразу же до начала изучения я хочу вставить свое любимое. Надо обязательно помнить, что это ошибка. Думать, что Чува может исправить дела, сделанные в прошлом. Нет. Но что же надо может исправить и как? Этим на сегодня займутся наши два отрывка. На Фейсбуке я потом повешу, конечно, этот текст. Или, может быть, кто-то из урока может сейчас помочь мне зайти ко мне и приклеить комментарием линк на текст. Значит, большое спасибо. Я сейчас попробую. Отлично. Значит, тогда мы начнем урод от Чува Равкук. Шестая глава, пятый абзац. Бытие, действия, совершаемые человеком по выбору, и воля, неизменно присущая человеку, вместе составляют великую цепь, звенья которой неотделимы друг от друга. Как всегда, с первым предложением Урава не до конца понятно, что он от нас хочет. И что это предложение нам хочет сказать. Так как я уже подглядел, что написано дальше, то я могу сказать... А, я не сделал шерп. Машу прощения. Давайте сделаем шерп. Я читаю. Всем видно, да? Ни хрен. Действия совершенные человеком на основании его свободного выбора. Воля здесь больше в смысле желания. И, соответственно, его воля – желание. То есть, действие – это то, что было реально, конкретно сделано. И у нас есть рацион желания, воля. Я не только сделал, я хотел это сделать. Я с этим себя отождествляю. они вместе составляют одну неразрывную цепь, они связаны друг с другом. действия. и желания – это действие сделать, как бы, моя отождествление с этим действием. То есть, сюда, понятное дело, не входит действие, сделанное не хотел, не думал, не подумал, не обратил внимание, не имел. именно мы говорим про действие, которое я хотел. Соответственно, это желание и действие, оно связано. Так он объясняет. Желание человека связано с его поступком. Ну, хорошо. И что нам с этим? А это у нас введение, как это, аксиоматика, если мы это примем, то это нам поможет разобраться, как работает чувак. Желание человека связано с его поступком. Также поступки прошлого не выпадают из потока жизни. Не из желания в его источнике. Поток жизни также он соединяет прошлое, настоящее и будущее. над действиями, совершенными в прошлом, я никакой властью уже не имею. Однако, что с желанием? И поскольку нет вещи полностью отделенной, желание властно наложить свою печать, придавая определенный образ тем, также тем делам, которые в прошлом. А вот желание, так как оно связано, мое желание, которое было вчера, мое желание, которое есть сегодня, оно связано в общую цепь. И вот над желанием у меня есть власть. Над желанием у меня есть власть. соответственно, то, что я могу поменять. И поскольку нет вещи полностью отделенной, это нам важно. шерейль, у вас, по-моему, включен микрофон, натон, и все проверьте, пожалуйста, чтобы пока микрофон был включен только у меня. Прошу прощения, прошу прощения. Видите, возьми его немножко с ложкой, немножко с салатом. Прошу прощения. Итак, мы сказали, что вещи и желания связаны в цепочку. Во-первых, одно с другим, во-вторых, по времени. И так как нет вещи полностью отделенной, мы здесь имеем в виду именно желание, то изменяя желание сегодня, я могу влиять на прошлое. И это то самое влияние швы, про которое мы говорим. Что шва может изменять прошлое. Не действия сделаны прошлым, а что. И поскольку нет вещи полностью отделенной желания власть наложить свою печать, придавая определенный образ также делам, которые в прошлом. Что такое образ? Это, видимо, то, как мы на них смотрим. Это то, видимо, как они влияют на настоящее будущее. Секундочку. невластно, произвольно формировать события прошлого. Я прошу прощения, это просто вот я пояснение для себя написала и забыла его убрать. скобочки мы пропустим. То, что в скобочках, да. О, да. И почему мы это пропустим? Также потому, что это может быть, это допускает то, что Раф пишет, но это полностью противоречит тому, что я говорю. Здесь в скобочках написано, что желание полностью формирует события прошлого, у Рафа мы такого не написали. У Рафа более мягкая формулировка. И поскольку нет вещи, желание властно наложить свою печать, передавая определенный образ также тем делам, которые в прошлом. Мы не формируем их полностью, но мы на них как-то влияем. Давайте посмотрим, как и что происходит. И в этом тайна тшувы, которая создал Всевышний до сотворения мира. Почему до сотворения мира? Потому что в этом мире время в обратную сторону не течет. А именно дал дополнительные полномочия силе духовного творчества души. Что такое сила духовного творчества души? Это желание в отношении действия реальности настолько, чтобы власть ее охватывала также и прошлое. Не настолько, как настоящее, когда власть, желание переводится в действие и все. А сейчас есть какая-то власть на прошлое, так как все связано. То есть здесь нам нужны уже посредники. Так как все связано и тем не менее этого недостаточно. Ну и что, что все связано? Это этого недостаточно. Нам нужно что-то, что принципиально не вписывается в рамки нашего этого мира. Даже влияние желания на прошлое это абсолютно нетривиально. Поэтому для этого именно душа должна быть создана до мира. Что значит до мира? Это что-то, что полностью выходит из логики нашего мира. У нас ничто в нашем мире не влияет на прошлое. Как там кстати с квантовой механикой я не знаю, может быть немножко да, но это отложим только в сторону. В общем в нашем мире, как мы его знаем, нет влияния настоящего на прошлое. Это смысл того, что мы говорим, что дшива создана до мира. Мы не хренологически, а сущностно здесь смотрим, что до имеется ввиду, она не подчиняется принципиально законам мира, это что-то другое. И что-то другое, что у нас есть власть нашего желания над действиями, которые были произведены в прошлом. С вашего позволения я сделаю небольшое отклонение в скобочках. Это в общем-то определение отшивы. Одно из. Обратите внимание, как мы начали нашу книгу, мы с этого не начали. Определения, если будут даваться, у нас даются по ходу. мы начинаем как Талмуд, как будто все все знают. И потихонечку мы пытаемся обрисовать, о чем же мы говорим. Здесь то же самое. В шестой главе мы начали попытались подойти к понятию джевая, дать какое-то определение, тедра не определение, а описание принципов работы. Хорошо. Итак, Раф продолжает объяснять, как работает в принципе Тшума. Влияние дурного поступка продолжает распространяться, порождая уродство и зло. Ущерб и гибель. Понятно, да? Мы сделали гадость, обида идет, это как концентрические круги от брошенного в воду камня. Так, хорошее дело продолжает улучшать и влиять на наш мир. Ну, элементарный примитивный пример. Человек кого-то спас, а у нас есть бесконечное количество новых душ, все его потомки, все дерево бесконечное, все их добрые дела, в общем-то, продолжают засчитываться в заслугу тому, кто сделал какое-то доброе дело, кого-то спас. И там же наоборот. И дай Бог, кто-то кого-то погубил, и этого нельзя было делать, соответственно, или кто-то кого-то обидел, да, это проще. Это обида, он потом пошел домой, поругался с женой, стукнул ребенка, и тоже как снежный ком, или даже негон снежный ком, продолжает расходиться и влиять, отрицательно влиять на мир. Так, что же чува здесь изменит? Рождая уродство и зло, ущерб и гибель, все время, пока не отчеканит для него желание новую форму. Как это понять? Хорошо. Не знаю. Я это могу объяснить на основе другого отрывка, который мы учили. Здесь по тексту я, видимо, спрошу у вас. Пойдемте дальше. отчеканил ему желание форму доброго, начинает он сам привлекать добро и приятность, радость Всевышнего и святого. После того, как я сделал чуву, а корень, который дает свойства основные этого дела, поменялся. И теперь это дело начинает творить добро. злое дело первоначально. Каким образом? Не знаю. Мое объяснение, знаете, что не будем его объяснять. Дайте ваше объяснение, а потом я попробую сказать мое. Текст перед нами. Микрофон у вас. Пожалуйста. Что такое это отчеканил желание новую форму старую форму? У кого какие мысли? Как наше плохое дело, которое привносило в наш мир зло, разрушение, смерть, гибель, из-за изменения желания из-за души начинает то же самое дело, дело не поменялось. Кружку я разбил, осколки уже выбросили. Как это же дело начинает нам нести в мире радость Всевышнего, свет и добро? я думаю, тут вопрос в выводах, которые мы из-за выяснили. В предпосылках этого поступка его, естественно, изменить нельзя, но выводы можно сделать как отрицательные, так и положительные. отрицательный опыт это опыт. Может быть, надо пересмотреть каким-то образом, ну, если взять ту же кружку, да, что вот такие вот, такое настроение там или еще что-то ведет к тому-то, тому-то, то есть изначально, наверное, мы можем изменить предпосылку и сделать из этого соответствующий вывод. Таким образом имеем шанс не повторяться в будущем. Да, это все верно, но мы сейчас говорим про конкретное злое дело, не, то, что я делал шву, и часть швы это не делать гадости больше в будущем, и это понятно, но мы сейчас говорим про сделанное дело, про разлитое молоко, про то, что уже случилось, и насколько я понимаю текст в данном случае Равы здесь, Равы говорит, что гадкое дело из прошлого начинает работать на добро, начинает крутить жернова и лить воду на мельницу добра. Натан, мне кажется, на такие темы надо давать домашнее задание, подумать, вот, ну, да, потому что действительно это очень хороший вопрос, как это происходит на практике, я думала привести пример такой, он очень избитый, конечно, и может быть, он не совсем корректный, но вот история Юсефа и братьев, да, то есть, в принципе, то, что совершили братья, чуть было не привело к войне между Юсефом и остальными сыновьями Якова и могло бы привести, а из-за того, что они сделали тшуву, в общем-то, последствия были совсем другие. Причем, это прямо на наших глазах все происходит. Хорошо. И часть классических комментаторов идут по этому пути. Хорошо. Еще. Это правильно? Домождая нужно давать. Можно подумать, написать комментарий на Facebook. Все здорово и правильно. Еще кого-то какие-то мысли? Я хотела сказать, что у меня что-то упало с компьютером, но мне не удалось поставить вообще зубы на физику не удалось поставить цепь. Я очень хорошо. Слышно меня, да? Слышно. Хорошо. слышно. Я очень прошу прощения. Я большой кусок не слышала. Я пыталась его уничтожить, но все не получит. Почему-то вот все на ручке самая главная вещь такая страшная. Ой, не слышно. Не важно, не важно. Это я про себя говорю. Почему это же не первый раз что-то случается именно на руке на сану. А у меня получилось. Ну вот. Я нашел этот самый на компьютере свой этот самый урок и прицепил линк. Посмотрите, что получилось. Если бы работал хорошо, я бы давно сделала. Раз-раз. А тут все зависло. Видимо, и Facebook, и Zoom вместе у меня не... Работают, работают. Что происходит на Facebook, я не знаю? У меня не тянет компьютер. У него, наверное, осталось вместе сам канал. Не знаю. Хорошо. Тогда к нашему по существу. Сложный расширяет тут права, потому что сложный принципиальный вопрос. И Раф согласен, что это сложный принципиальный вопрос. Очень сложный. Когда мы упоминаем... Давайте включу Шер еще раз. Когда мы упоминаем до сотворения мира, это не для красного словца. Тайна Чувы, которую Всевышний создал до сотворения мира. Тайна и до сотворения мира. То есть это вещи, которые не лежат на поверхности, это вещи сложные, это вещи скрытые, это вещи не простые. Когда мы пользуемся таким языком, это значит, что у нас есть здесь сложность, противоречие, что нам эта проблема не простая. И действительно, проблема влияния на прошлое, проблема в машине времени, а тем более в моральных символах, как бы, она принципиальна. и мы говорим да, возможно. Да, Нехама? Я не знаю, во-первых, мне кажется, как во многих вещах вообще в мире, огромное значение имеет смысл. то есть если человек не ощущает смысла творения в основном, то это как бы, он не может без этого жить, да и вообще творения без смысла не подряд смысла. смысл совершенного, он очень сильно зависит от картологии, от шубы. Шуба меняет смысл того, что было совершенно другое у него. Все вещи, которые сделаны, они под другим углом перевернуты. Она его окрашивает другими цветами. Поэтому оказывается, что это может перевернуться, но добро становится. Но это непростая вещь, она не делает так простой. Какого масштаба должна быть чувак, чтобы все перевернуть, чтобы изменить ничего этого. Будете представить, как все может расставить. это верно, но мы сейчас говорим, у нас сейчас этап неоценки стоимости проекта или его сложности, но его возможности. А возможно, потому что можно изменить смысл прошлого. И его можно изменить ретроактивно, то, что для нас здесь важно. Мы это меняем задним числом. Это не тривиально, совсем не тривиально. Мое объяснение этого отрывка, мое понимание этого последней части, что в тот момент, когда желание чеканит добрую печать на уже плохом деле, как оно начнет действовать, творить добро, на основании того, что мы учили раньше, когда мы разбирали на семинаре, помните отрывок? По-моему, из этой же главы или из предыдущей. В тот момент, когда человек делает шуву, плохие дела, только плохие, выходят из зоны ответственности человека и переходят в зону ответственности Всевышнего. Соответственно, Всевышний управляет к добру все дела, и даже злое дело, которое я сделал, ему было место в божественном плане. Пока я хотел сделать злое дело, как злое дело, я за него отвечаю и не могу это валить на Всевышнего. Когда я сделал шуву и я не заинтересован в этом злом деле, оно превращается в часть общего божественного плана. Это мое объяснение. Это здесь я не верю, что написано. здесь что говорит Раад отчеканит новую форму для желания. А что это значит? Добрую форму. Была форма плохая стала хорошей. Что? Отчеканила форму добрую, начинает он сам привлекать добро, приятность, радость и света. Давайте перейдем к следующему отрывку, потому что он у нас в общем-то развивает нашу тему. Или же кто-то хочет что-то добавить. Натан, к тому, что вы сказали сейчас про желание, получается, как будто бы желание человека соединяется с желанием Всевышнего. И вот именно таким образом оно и накладывает не то, что человек думает, а вот я хотел бы, чтобы это было так-то. А то, что в этот момент его желание, вот это плохое, оно как бы битулируется. А его доброе желание, оно в одном канале с желанием Всевышнего оказывается. А желание Всевышнего уже, да, меняет. Может быть так? Интересно. Хорошо. Я забыл, да? Я, конечно, забыл. То есть, а это мы говорим принципиально. Теперь реально, с этим уже проще спорить, реально в каждом злом деле также есть хорошее что-то. Это мы даже видим по мелочи в нашем мире тоже. Как-то говорят циники, все, что не убивает, делает меня сильнее. В общем, это неправда. Но часть правды в таком взгляде есть. Случились на моем жизненном пути какие-то сложности. Они меня чему-то научили. Они мир чему-то научили. Они закалили мир и так далее. То есть, даже в каком-то плохом деле есть положительная часть ситуации. Только пока у меня есть желание, чтобы это сделать гадость, то я за нее отвечаю. И эта гадость в основном несет миру зло и разрушение. А в тот момент, когда я выкручивал свое желание, то остались положительные части злого дела, а отрицательные берет на себя Всевышний. То есть, а что такое берет на себя Всевышний, то в конце концов все отрицательные последствия этого дела в конце концов переход в положительные и Всевышний отвечает. Только пока я проводник, пока я хотел сделать зло, я отвечаю за зло. Когда я раскаиваюсь в этом зле, то, как мы сказали, все переходит в руки Всевышнего. Еще раз, это мне очень важно подчеркнуть, объяснения нет в этом отрывке. Чтобы объяснить этот отрывок, я привел другой. Может быть, этот отрывок можно объяснить проще. И мне это просто еще раз очень-очень важно, потому что я очень люблю, когда говорят правильные вещи, которые не связаны с текстом, которые у нас учат, поэтому нам нужно очень четкое разделение. Вот это вот у нас написано, вот это вот объяснение того, что написано, а вот это может быть на основании чего-то другого написано в другом месте. И это разница на принципиально. С вашего позволения. Пойдем вперед. Так, шеф. Дела человека говорят внутри его души. Каждое действие, проистекающее путем долгих превращений сверху вниз, из источника добра и святости, поскольку происходит оно из святого источника, ведь именно существование святости стало его причиной, дало его возможность проявиться в реальности, пройдя бесчисленные преобразования по пути из сокровенных высот к практическому совершению доброго дела. Поэтому момент реализации, оно возвращает свет к его источнику, гонит волны в аборатном направлении, расширяя путь влияния святости, увеличивает его, действуя снизу на веру. Я попробую это объяснить в обратном порядке сейчас. Сперва примером из нашего мира, а потом и Ротан, Каббала, Высший мир и так далее. Пример в нашем мире. Родители, школа, хорошие книжки объясняют человеку или ребенку, что хорошо давать милостыню и переводить старушек через дорогу. В какой-то момент эта идея, что хорошо делать добрые дела прошла очень много превращений через книги, через жизненный опыт, через сказки, рассказы классного руководителя, через наставление отцов и так далее. В конце концов мальчик берет старушку и переводит ее через дорогу. Совершено, то есть с одной стороны великая, высшая идея о совершении добра сократилась до конкретного четкого перевода старушки через дорогу. С другой стороны она конкретно реализовалась и не осталась там где-то витать на небесах. Это как бы пример из нашего мира, что у нас тут тоже есть идеи в мире, есть их реализация. Идея может быть великая, ее реализация будет конкретная и иногда витсунцеме сокращенная, жаткая. То же самое с идеями. Есть какая-то вот эта же самая высшая идея добра. Она там есть в каких-то высших мирах у Всевышнего и она потихонечку сужаясь сходит к нам в наш реальный мир и реализуется. А после этого происходит обратный процесс. Это в общем-то тоже классика. Это же классика основана тоже на хабале. О том, что снизу мы влияем наверху. Надо подумать вместе, как это в нашем мире. В нашем мире это видимо тоже. Давайте начнем с нашего мира опять. Противоположное движение. мальчик перевел старушку через дорогу и теперь у него вот эта идея делания добра в душе очень сильно закрепилась и в мире тоже. И эта принципиальная идея тоже получилась развитие и она получила дополнительную силу жизненности и вообще силу. Она развилась, то есть произошло как бы обратный откат. то, что как бы было теоретически сейчас увеличилась ее сила. То, что мы говорим здесь, это даже более сильно. Мы говорим, что человек, он повелитель высших миров и количество божественного благословения, которое приходит в мир, оно зависит от дел человека. человек сидит в центральной рубке и нажимает на кнопочки большее благословение спустить или меньше. Меньшие дела, а зона это самое, закупоривает артерию, по которой сходит благословение с неба на землю. Добрые дела делает, расширяет, сделал операцию на сердце, коронарную, расширил артерии, теперь у нас большой потоп благословения спускается сверху. То есть связь, она двухсторонняя, не только благословение спускается сверху вниз, также ответная реакция идет снизу вверх и влияет там на клапан, больше и меньше. Это в общем-то достаточно классика. Поэтому в момент реализации оно возвращает свет к его источнику, гонит волны в обратном направлении, расширяя путь влияния святости и увеличивает его, действуя снизу вверх. То есть святость это высшее это секундочку, я опять повторяю то, что я говорю, этого опять здесь не написано, это опять основано на других отрывках, что высшая святость с тем, что реализована, тем, что мы здесь в нашем мире что-то сделали, тоже получает какой-то плюс. Оно не остается с тем, что она была. Оно становится принципиально лучше, больше, не знаю, какими словами это описать, она тоже получает свою долю от всего этого дела. То есть высшая идея, которая к нам спустилась, тем, что мы ее реализовали, да, по мелкому, чуть-чуть, в конкретном случае, она усиливается как-то. У нас происходит движение снизу до сих вступления, потому что мы разобрали хорошие дела. С хорошими делами все просто. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому перейдем к плохим делам, чтобы можно было прославиться. Верно и обратно. Каждое действие, как прошу крещение, шеф, каждое действие, источник которого испорчен, так же, как родитель его исток нечистый, так и оно загрязняет духовное пространство того, кто его совершил. Понятно. Доброе дело с добрым источником влияет добро на того, кто сделал на весь мир. И так же расходится концентрическими кругами от самого дела дальше. А что же со злым делом? То же самое наоборот. Плохо. Источник замутнен. Источник злого дела, он плох. Соответственно, яд продолжает распространяться и на того, кто сделал, и на весь мир. Что же делать? Пока не вырвать его с корнем из источника человека, властвующий над своими делами и над своими желаниями. Главное здесь желание, делами опосредованно через тшуву. Великой силой тшувы. И тогда, особенно при поднятии его в область действия любви, обретет оно постоянное жилище в глубинах добра и будет гнать волны снизу вверх, как это обычно происходит с делами изначально добрых. Итак, как мне это видеть? Дело сделано, и его мы изменить не можем. А что мы да можем, мы можем поменять его источник. Мы его вырываем из места, откуда он вырос и прививаем его в новое место, в хорошее. А это, конечно, желание. Я не хочу, я отвергаю, я раскаиваюсь в том желании, которое у меня было сделать гадость. И этим духовный корень, это желание вырывается из отрицательного нечистого источника и прививается к чистому. Теперь, несмотря на то, что дело осталось, как оно было, поток начинает идти из чистого источника. Здесь нужно приложить усилия, нужно вырвать. Опять-таки, дело мы не можем изменить. Понятно, что дело мы можем изменить, но мы можем его изменить очень ограниченно и чего нас обязывает изменить дело. Если я могу возместить ущерб не это дело, попросить прощения и так далее. Но есть, ну, в общем, принципиально я не могу изменить дело. Дело сделано, а вот желание, волю к этому делу я еще как могу изменить. И изменив, я меняю, как бы, вырвал от источника напряжения одного, подключил к источнику напряжения другому. И тогда у нас вот это вот плохое дело, дело осталось таким, как оно было, начинает обратно усиливать хороший источник. Уже а не плохой, как это было изначально. Там про любовь, наверное, попросту надо сказать. Особенно, если тшува совершается из любви. Безусловно, конечно, спасибо большое. В этом как бы смысл, да. Что бы я без вас сделал, честно-честно? Безусловно, конечно. Именно вот это вот вырвать и привить это, конечно, высшая форма тшувы, то, что называется тшува из любви. А что будет, если тшува не из любви? Видимо, какой-то промежуточный результат. Видимо, мы только вырвали этот обесточили это дело от плохого источника, а к хорошему не подключили. Плохое дело прекратило быть плохим. В хорошее не превратилось. С тем, что превратилось в хорошее, ему недостаточно вырвать, нужно смонтировать в хорошее, еще в хорошее. А это, соответственно, уровень тшувы должен быть тшува из любви. Что такое тшува из любви? Не знаю. Но что такое нет? Это нет тшува для того, чтобы меня уважали, это нет тшува для того, чтобы мне не было стыдно, это нет тшува для того, чтобы избежать сковородки в аду, и это нет тшува для того, чтобы заработать кусочек пожирнее в будущем. Это тшува из любви к Богу, из понимания того, что сделана гадость, и так делать плохо, нехорошо, я разрушаю этим божественный человеческий мир и так далее. Это тшува из любви. Не достигли тшувы из любви, ничего страшного. Дело обесточить гадость тоже очень хорошо. Мы не брезгуем недоделками в этом плане. Мы не перфекционисты, несмотря на то, что в конце концов ничего, кроме как самого лучшего результата для всего нас не устроит. Но по дороге, чтобы продвинуться и пройти к этому, мы поддерживаем любое продвижение в нужном направлении, даже если оно малюсенькое, очень маленькое. Большое-большое спасибо за ширение. Во-первых, за замечания, а во-вторых, за переводы. За огромный ваша помощь. Ну, я, по-моему, говорил достаточно, я хочу послушать вас, потому что всегда мне чего-то добавляет, в урок становится интереснее, живее, и есть какие-то еще идеи, видимо, которые я действительно пропусти. Пожалуйста. Если можно, я хотел бы немножко перевести в более такую понятную для себя форму. Правильно я понимаю или неправильно? Вот у меня сразу ассоциация пошла с монастырем, с монахами, которые пытаются закрыться в стенах от того, что побуждает их к деланию каких-то плохих дел. То есть закрыться, отгородиться для того, чтобы не совершать плохих поступков. Но на самом деле плохой поступок, который совершает человек, это его участие, это его отношение к тому, что он делает. Может быть, мы можем знать о том, что если там, допустим, совершаются кражи, мы можем об этом знать на уровне информации, но отношения к этому не иметь. То есть мы знаем, но если у нас предоставить возможность украсть, то, что мы сделаем, будет определять наши отношения. Вот, например, даже к воровству. Так вот у меня такой вопрос по этому поводу. Как бы совершение тшувы это все-таки избегать тех условий, которые побуждают к деланию вот таких плохих дел или все-таки это в условиях предоставленных, в которых мы можем делать плохие дела, да, вот есть условия определить свое отношение неделания. Ну, то есть это скорее отношение монарха. избегать условий, при которых меня провоцируют делать плохие дела, это безусловно часть тшувы. Наверное, частично, не всегда. Иногда я не могу избегать, иногда это неправильно избегать. Ну, вот получается, что если человек, у человека нет условий для того, чтобы совершать, ну, грешить, там, да, совершать какие-то плохие дела, если нет условий, это и не определяет его как праведника или как злодея, да, все равны, нет условий для этого, все равны. А получается, что именно в этих условиях вот эта положительная сторона вот злых дел, это определение того, кто ты на самом деле, да, в этих условиях. Я попробую отнестись к тому, что я понял из вопроса. До того, в общем, про монастыри, да, мы учили у Рава, где он сказал, что такую вот сложную вещь мы учили, что природа, в общем-то, практически заставляет человека сделать грехи. Но самый большой грех, который может быть в таком случае, это просто уйти от природы и сказать, вот действительно уйти вообще от жизни и сказать, вот не будет у меня природы, не будет у меня жизни, ну, и тогда, значит, я грешить не буду и все будет путем. Это Рава потеряет, как самый большой грех, гораздо больше всех конкретных грехов, которые природа может меня на которые потолкнуть. И он, естественно, дает, продолжает, и что же делать? Теперь, теперь, то, что я скажу, это опасно. И надо понимать, есть, то есть, это верно иногда, иногда, иногда это неверно. Да, мы можем сказать такую опасную фразу, что действительно все определяется моим желанием. Теперь, что называется, следите за руками. Это очень опасная фраза, я объясню, почему. Потому что на небе принципиально, это безусловно, все определяется, то, что называется, на улице Кавана. Моей волей желанием, что я хочу делать? На земле эта фраза абсолютно неверна. Что такое на земле в нашей реальной жизни? В нашей реальной жизни главное это действие. Теперь, это можно связать. Действие мое, оно, как бы, оно, оно доказывает, какое было мое желание. Потому что надо понять вообще, это мое действительно желание, это может быть ассенция в рук. Если я могу врать, что я такой хороший, хороший, это может быть нежелание, это может быть неволе, это может быть фантазия. Я сильно фантазировал, что перевожу много старушек через дорогу и отдаю всем по тысяче шекелей на милости. А реализовать это в деле, а вот, а что-то жалко мне на самом-то деле тысячу рублей отдать, лучше на нее я куплю подарок жене, игрушку детям или себе яхту. Да? То есть, поэтому в реальной жизни дела, они у нас, это, как бы, мы, поэтому в реальной жизни дела главнее. В принципиальной жизни, теоретически, в идеальной жизни, на небе важнее, что я имею в виду, важнее воля. Эти миры не связаны. Для того, как мы сейчас учили, действия поменять я не могу. Где-то нужно подняться на небо, на принципиальный этаж, поменять там желание, и потом спуститься на землю. Но на земле не забывай, не прошу. На земле, вы сказали, нельзя изменить дело. Но все, что можно, я доизменяю. Я собираю осколки, я вытираю разлитый пол, на полу там подтираю за собой, я извиняюсь, и так далее. Я пытаюсь все сделать, я принимаю на будущее, не делать больше гадостей. Я иду на прошлое, доткуда моя рука дотягивается. Я пытаюсь все исправить. Это теперь теоретически, действительно, это все просто показывает, куда направлено мое желание, моя воля. Мы можем сказать, теоретически, мое действие вообще ни на что не влияет. Теперь это очень опасно. Несмотря на, теперь, почему это опасно, и почему это вообще, потому что в этом есть зерно истины. Это вообще принципиальная разница. Это вообще, по мне, это также принципиальная разница вообще в ошибках иудаизме и в христианстве. Основная разница, по-моему, ошибка христианства, это тоже, она взяла принципиальные небесные истины и вот так, как они есть, пустила их на землю и пытается их реализовать. Ничего не выйдет. Нужно понимать и ощущать и противоречия, и напряжение между небом и землей, между реальным миром и миром идей, миром идеалов. Да, в мире идеалов, действительно, все мои действия на земле, они просто показывают, а куда направлено действительно моя воля, мое желание внутрь. А живя здесь на земле, я могу сказать, знаете что, ребята, не наплевать, что он имеет в виду, он дает минус на него и очень хорошо. Принципиально абсолютно неверно. Реально очень даже верно. То есть, поэтому еще раз, сказать, что все определяется, все определяется, на этом основе, безусловно, работает шива. Именно туда, куда направлено мое желание, моя воля, это верно. Но это очень-очень опасно. Потому что взять это просто, так же, как мы сказали в том отрыв, который мы учили, что до чувы я отвечаю за свои дела, а после чувы Всевышний отвечает за мои дела. Если я тут только поменяю это местами, получится профанация. Если я как бы не выдержу именно этот порядок, это будет глупость. Я скажу с самого начала, без чувы. Все гадости, которые я сделал, Всевышний управляет миром, правильно? А он отвечает, я раскручу. Идите это самое. То есть, это верно, но это опасно. И у него, как у любой перемены, я математик, есть область определения. Область определения у переменной, что все определяется желанием, это небо. Это область принципиальных истин, великих, это область, как-то, Архим, это область идеи, идеалов. на область реализации все определяется, что я сделал, в конце концов. Я сделал гадость, заплати штраф. Я сделал хорошее дело, молодец, возьми, полки пирожил. Я сделал гадость, я попытаюсь ее исправить. То есть, я, извиняюсь, в зависимости от три дебри, но просто это проблема правильных утверждений, у которых есть область определения. У всех правильных утверждений есть область определения. Я извиняюсь, если я не до конца понял вопрос и ответил, может быть, не до конца на заданный вопрос. Это может быть. Но, в любом случае, это важная тема, которая мне была важна подчеркотиска. Есть еще время? Есть, немножко. Есть очень интересный аспект. Делая хорошее или плохое, человек чему-то обучается. Человек был бандитом, он научился единоборством, и вот эти умения остались с ним. он сделал чего? Он там будет что-то благородное делать, используя свои способности физические. Девочек будут защищать в переходах. Алло? Да, да, да. Я плохо услышал вашу реплику. Девочек будут защищать в переходах, не важно. А, ну, да, да. То есть, вот этот элемент, откуда сила чувы, это еще один источник силы чувы, что делая даже плохое дело, человек осваивает какие-то действия в этом мире. Иногда, иногда даже есть такие действия, которые, к сожалению, ты больше их освоишь, когда будешь плохим заниматься. и когда человек оттуда поднялся и пришел и изменил свои желания, намерения, это у меня такое добавление. Одна из дополнительных сил чувы. Да, 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 да. По-моему, есть что-то очень, я боюсь соврать, по-моему, что-то такое вот есть, что действительно бывает очень часто, что человек такой вот хороший, он такой вот, как говорите, хнул такой, такой вот немножко забитый такой, а человек гад, он, как-то у него жизнь, начинается, бьет ключом, очень мощно. Так вот, наш идеал это не такой вот этот самый забитый хнул, нам нужно, чтобы действительно, чтобы мощный поток жизни бил из праведника. И вот такой уровень праведников, насколько я понимаю, возможен только или в основном в земле Израиля. Я рассказывал уже, что это, вот только здесь у нас начинает потихонечку появляться новый тип человека, когда он и мудрец Торы с одной стороны, и герой воин с другой стороны. Это было в армии Давида, и это есть в нашей армии сегодня. Последний у нас было или голос Якова, или руки Исава. Как раз сейчас я читал в этом самом Рота Коды Ждали, в четвертом томе, что в конце, и в начале, да, то есть, в начале там было обмана, а в конце уже без обмана Яков забирает и руки Исава тоже. То есть полное владение этим миром, а не отношение к нему с подозрением. Я согласен с сказанным, да, поддерживаю и усиливаю наставку на всех молодых безусловно. Еще кто-то? Да, если можно добавить еще, получается, что исходя из того, к чему учит монотеизм, да, это то, что все исходит от Бога. и то злое, что присутствует на земле и побуждает человека к тому, чтобы делать что-то злое, да, это же, наверное, не самого желания этих действий, а, видимо, для того, чтобы воспитывать человека, когда, находясь в условиях этих, которые побуждают к злому, да, все-таки оставаться на высоком духовном уровне и не поступать так, как побуждает это злое начало. И, видимо, это как инструмент воспитания и может присутствовать в жизни человечества, да, но не как автономная какая-то система, которая зло просто. Здорово! Отлично! Большое спасибо! На сегодня вы украли комплимент, который обычно достается Ширель. Это идея, которую должен был сказать я. Вы не сказали, в следующий раз применяемся местами. Большое спасибо, здорово, безусловно, безусловно, монотеизм источник зла от Всевышнего. Без всяких виляний и так далее. Да, написано огромное количество томов по этому поводу, потому что сложно. А как же от Всевышнего, который добрый, исходит зло? Но, не важно как, я могу не понимать и не знать, это неинтересно. источник всего это только Всевышний и все в конце концов идет к добру. И чувать инструмент этого поэтому сказанное вами безусловно верно. Я обязан бы на этом уроке это, конечно, упомянуть. Спасибо, как я сказал, спасибо за ваши добавления. Они очень важны. Это, безусловно, правильно и верно. Это общая система. Конечно, и все исходит из Всевышнего и все завершается добро, в конце концов. Даже зло. Да, конечно. Нет сатана, в принципе, который что-то делает, не получив разрешения от Всевышнего. То есть, в конце концов, это не направлено на абсолютное добро, максимальное, которое только можно. Да. Вам тоже. Спасибо. Это очень, очень важное принципиальное добавление. Конечно. Хотелось просто узнать вот как понимать вот те слова, сейчас дословно не могу передать, об огранке, о том, что шува, она ограняет человека. Тогда можно не поступить по злому, тогда каким ты был, таким ты и остался. А можно поступить по злому, и вот этот злой поступок он тебе может наоборот поднять еще выше. Огранка, с вашего позволения, секунду. Огранка, и на этом мы закончим. Насколько я понимаю, это речь немножко про другое, и я не помню в нашей книге, что Браф про это говорил. Не помню, это не значит, что нет, но я не помню. Огранка, это, мне кажется, касается немножко другого. Огранка, это про хорошее. Мы, и я кучу лет по дурости думал, что хорошего должно быть чем больше, тем лучше. Нет. Точно так же, как зло тоже работает, как вот вы правильно сказали, но все от того источника, это значит, что ничего не может быть слишком много, это плохо. Добра слишком много тоже плохо. Взять любое доброе начинание, доброе свойство души, если ее не ограничить, будет очень-очень плохо. Это огранка. Когда Всевышний ставит человека в такую ситуацию, в такое положение, что он понимает, что его добрые свойства, им нужна граница, им нужна ограничение с тем, чтобы получился идеальный человек, идеальное действие и так далее, потому что даже слишком много милосердия, это плохо. Даже как слишком много суда, но совсем нет суда, это тоже плохо. Слишком много милости, это плохо. Если я своего ребенка буду закармливать слишком милосердно мороженым и жвачками с утра и до вечера, во-первых, я не выросшу человека, во-вторых, нужно будет платить очень дорого зубового врача. Мне кажется, огранка это правило. Но в данном контексте мне кажется, это немножко не наша тема сейчас. Большое-большое спасибо. На этом я хочу попрощаться. Да. Там была не огранка, там была чеканка, может быть, вот Вадим по этому чеканивание. Как отпечатал какой-то образ. Да, это образ. Если мы про текст про наш, то печать, чеканка, которая пропечатывает новую форму на то, что было. Это печать. Это не огранка, это тут написано, что у нас в трех печать. Да, да. Это в прошлом отрывке. Сейчас я это подниму. Отчитаю. Это как матбе, а как монету вот чеканят. Как чеканят монету. Да, да. Правильно. Спасибо за большое-большое спасибо за важное добавление. Большое спасибо всем, кто с нами на прейдинге. Наша первая попытка. Не судите строго. Спасибо Натану, что мы таки рискнули и это сделали. Посмотрим, что у нас этого получилось. Огромное спасибо всем. Ну что ж, кто не рискует, кто не пьет шампанского. Я пошел за шампаном. Вам всем туда же за шампанским. До свидания. Большое спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо большое. Всем счастливо. Пока.